С приближением выборов число провокаций против оппонента власти увеличивается. На этот раз появилась информация о том, что на юге сторонники кандидата от СДПК готовят для встречи с оппонентами провокаторов. Так называемый ОБОН. Нападение на кандидатов якобы готовят на ближайшие встречи в Карасу. У нас есть информация, что для встреч с Бабановым готовят отряды ОБОНа. Это женщины и молодежь. Они должны будут закидать яйцами кандидатов в президенты. Милиция и ГКНБ должны проверить эти факты. Нельзя допустить использование грязных технологий на выборах. У каждого сегодня есть сотни сторонников. Если народ выйдет на улицы, это ни к чему хорошему не приведет. Нельзя сталкивать людей. Это будет иметь очень серьезные последствия. Сапорбек Аргымбаев о методах, которые применяет ОБОН, знает не понаслышке. В 2008 году он сам был атакован этими женщинами. Отряды Баб особого назначения, именно так расшифровывается ОБОН, всегда действуют крайне жестко. Расчет идет на то, что избивать женщин мужчины не будут. Но даже на этот случай провокаторы готовы. В подобные отряды набирают таких представителей с прекрасного пола, с которыми не каждый мужчина совладает. Так в 2008 году на оппозиционные тогда СДПК и Атамикен напали хорошо организованные отряды. Митингующих ОБОНовцы тогда закидали яйцами и сорвали митинг. После того, это было после 2010 года, когда власть должна была вот тех людей, тех руководителей, которые организовали вот это, должна была как пример наказать, я потом выясняю, что те люди, потом и эти люди, они начали работать на партию, ну на те партии, которые, они перебежали с Акджола и на те партии, которые уже оказались у власти. И они на сегодняшний день обслуживают вот эти партии. По словам опытных политиков, первыми применять БАП особого назначения стали еще Акаевы. Феликс Кулов вспоминает, как в 2000 году, когда он шел на выборы депутатом по Таласу, против него были выставлены подобные провокаторши. Позже этими же методами пользовались и Бакиевы. Печально, говорит политик, что уроки прошлого ничему не научили нынешнюю партию власти. Но это удел слабых политиков, который выставляет женщина. Потому что мужчина с женщиной не может драться. И он всегда проигрывает, когда женщина наступает, он вынужден убегать, другого выхода нет. И вот если такой метод сейчас будут применять политики друг против друга, я думаю, что это просто позор. Для нас, для народа, для нации этого делать нельзя. И вот лучше разговаривать на таком политическом уровне, а не прибегать к каким-то дешевым приемам. Видные общественные деятели надеются, что сторонники партии власти одумаются и не станут применять против соперников провокаторов. Имидж страны сегодня и так под большим вопросом. А нездоровые политические противостояния только еще больше ухудшат репутацию Кыргызстана в глазах мировой общественности. И расхлебывать весь этот негатив придется уже новому президенту. Игорь Потанин, Саманда Латакунов, НТС